Всем привет любители АФК Арина, с вами Йорн и сегодня на нашем сервере наконец-то запустили событие зимнее разочарование. Почему я его так назвал? Ну во-первых, в описании Шемки Ледяной не поправили первый пункт, мы должны ее убивать дважды в день, это первый косяк, а их будет очень много сегодня. И также получается, что при хорошем раскладе мы получим 50 ключиков, при условии, что вы будете убивать каждый день Шемиру по одному разу и получать максимум 5 ключей. Потом запустят зимний праздник, через 4 дня 12 часов и отсюда за выполнение 7 заданий мы получим еще по одному ключику и также есть прогресс. С прогресса тоже будем получать ключики и на руках и того у вас будет где-то примерно 60-70 ключей. И что мы можем взять за эти ключики? Ну во-первых, награды очень разнообразны и каждый найдет награду по себе. Допустим, мне не хватает синих кормовых героев в лесниках, у меня есть уже все для прокачки Эйрона, нужен только Лег плюс кормовой герой и также 10 копий Ульмуса. Я хочу прокачать этих двух героев и показать вам, насколько сильная комбинация Немора, Лика, Тази, Эйрон и Ульмус. И в дальнейшем, я думаю, будет интересное видео. Но кто-то возьмет другую награду, может быть не хватает одного геройчика для прокачки до белой рамки, кому-то нужны будут эмблемы на прокачку персонального артефакта, а кто-то также возьмет и свитки или астрономические карты. В общем, выбирайте награду по себе и берите то, что вам надо. Ну и каждый сможет пройти немного островов, потому что если вы откроете, допустим, все 35 ячеек, а переход на остров и финальная награда будет на 36, это будет печально. Потому что в то событие, когда были Небесные острова, за 40-50 ключей я дошел до 4-го острова. Здесь как повезет. Вот прям факт. И кстати, сегодня в нашем клане гулял такой скрин, где якобы кто-то проверил зависимость в своем клане, где чаще всего в какой ячейке попадалась финальная награда. Этот скрин у вас сейчас появился перед глазами. Я его также закреплю в сообществе своего канала и сделаю публикацию в группе ВК. Поэтому заходите, смотрите этот скрин и попробуйте. Может вам он поможет. Потом напишите в комментарии, работает он или нет. Ну и также меня разочаровало то, что за фарм Ледяной Шемиры нам не дали пак в 30 ключиков. Вот тут разработчики нам подкинули свинью. И я все больше стал понимать то, что когда что-то я рассказываю на тестовом сервере, не факт, что будет во-первых у нас и будут точно такие же награды. Вы сами помните, что было с сигилами. Сигилы там запустили, а у нас нет. И также теперь еще прикол с наградой. Они дали награду 2 ледяных ключика, 60 фиолетовых шардов, с которых падает или нормальный герой, или полная лабуда, 300 вип очков, 300 кристаллов и все. Кто-то скажет, а может быть дальше будут какие-то награды. Дорогие друзья, я сомневаюсь. Так как 90% серой массы игроков играет без доната, и мы всегда высказываем свое негодование, то что такое происходит, то донатеры просто зайдут в предложение, купят пак за 7500 рублей и наберут себе кучу наград. Это уже доказано. Мы так сделать не сможем. Не каждый сможет вытащить и положить 7500 кусков. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну а теперь по поводу фарма. Здесь вообще отдельная история. Когда я с утра залетел и начал фармить ледяные острова, я не смог на основном аккаунте выбить 5 ключиков. Какие бы пачки я тут не ставил, не изгалялся вообще никак. И максимум, что я смог достичь, это набить по урону на шемке ледяной на 80%. И вот эта пачка была самая удачная. Шемка, Люций, Розалина, Рован и Грежу. Вот такой пачкой я смог более-менее что-то показать. Ставил любые другие пачки, стандартные, которые обычно всем помогают, но у меня нет близняшек. И допустим на других твинах, на том же самом, ну какой вот, Зорг, который участвует в рубрике Людишки, я вообще на Изи выбил 5 ключиков. У меня еще осталось 30 секунд. На основном вообще вплитык. Даже Дэвид Буэйн вот из моего клана не смог выбить 4 ключика. Ну, видимо, он просто забил, взял 4 и дальше не стал пытаться. При том, что использовал такую пачку. Хотя мог, наверное, попробовать и выбил бы все 5. Потом также участвовал в этом уже мой Твин Гробер, который участвует в рубрике Странник. Я тоже на Изи выбил 5 ключиков вот такой вот пачкой. И дальше просто давайте я вам покажу, какие пачки сработали и получили заветные 5 ключей. Ну, это очень хорошо прокачанный игрок. Бит. Лорсон, Близняшки в основном. Все используют Белинду или Шемку. Также ставят Близняшек, Розалину, Рована и Лорсона. Это стандартный набор любого игрока на фарме вот этого босса. Такая же ситуация была и с Демонической Неморой. Тут вот тоже Белинда, одинаковая пачка. Ник. Здесь он... Да, точно такая же пачка, смотрите. Вообще ничего другого люди не меняют. Ну, тут вот Шемку поставил человек. Еще и Райну поставил за счет метки. Мифик. Он и Стрельду использовал, потому что и Стрельда и Белинда, они друг друга усиливают. И вообще Стрельда неплохо дает бафы команде. Хром. Одна и та же пачка. Ничего нового вообще. Ничего. Может быть попадутся какие-то другие. Все одно и то же. Как под копирку. Вот, рабочие пачки. Енот. Такая же. Может мы найдем еще какие-то интересные. Один в один. Лава. О, Брутус. Смотрите, Брутус Люци. Здесь фармили. Гагашар. Стандартная пачка. И тут тоже стандартная пачка. Кстати, я где-то пачку видел еще и с Вареком. Давайте найдем эту пачку. Я хочу вам просто показать. Я думаю, вам будет интересно. Где-то я видел пачку с Вареком. А, вот. Вот Варек. Эйстрильда, Люци, Варек, Белинда, Розалина. И он зафармил 5 ключиков. Видимо, чем сильнее БР вашего аккаунта. У меня он уже где-то под 17 миллионов. Тем сильнее Ледяная Шемира. Теперь по поводу оптимизации. Меня очень жестко до сих пор бесит то, что построение они сделали, а сохранения эквипа на героях нет. И я написал уже много сообщений разработчикам. Они сказали, что они рассмотрят мою просьбу. Уже рассматривают больше года. Берите себе на заметку. По поводу накоплений на этом аккаунте. 190 фракционных свитков. 55 астрономических карт. 86 простых свитков. 22 тысячи кристаллов. Все это я специально копил. И надеялся, что к концу года, и вообще в течение года, они запустят события, в котором мы будем делать призывы, и за это нам что-то будет давать. Ну, допустим, копии героев или какие-то ресурсы. Но разработчики этого так и не сделали. Хотя в таких же играх подобного жанра все это есть. Что так сложно реализовать? Видимо, просто не хотят. И я надеюсь, что этот проект не проходной. Он будет дальше развиваться. И с нового года разработчики наберутся сил и будут выкатывать обновления чаще и гораздо интереснее. Потому что вот это добавление героев и вот эти вот штампования эвентов, ну, не знаю, они реально меня как-то стали в последнее время бесить. И игра постепенно начинает меня разочаровывать. Я надеюсь, что в дальнейшем, в дальнейшем у меня будет еще такой же энтузиазм снимать по ней видео, и я не начну переходить на какой-то другой проект. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому поставьте побольше лайков, напишите побольше комментариев, что вы об этом думаете. Но давайте в рамках приличия. Не используйте ненормативную лексику. И посмотрим, что это даст. Потому что вообще разработчики игры, я замечаю, что они покупают рекламу у ютуберов, у которых подписчиков больше трех миллионов. А вот на маленькие каналы им пофигу. Я думаю, что рано или поздно, может быть, они обратятся ко мне с каким-то предложением. Да нет. Я и так рекламирую их игру, рассказываю о ней, показываю, также помогаю русским игрокам и вообще игрокам из стран СНГ правильно развиваться, правильно качаться. Все, вот так вот у меня сегодня наболело. Но ни в коем случае, короче, вы не унывайте. Я тоже унывать не буду. Выполним это событие и посмотрим, что будет дальше. Потому что чем ближе к Way2, тем меньше контента для нас уже опытных игроков. Они только стараются для тех, кто только начинает в эту игру, чтобы вы не теряли интерес. На этом, дорогие друзья, у меня все. Увидимся в следующем видео. Возможно, сегодня еще выйдет также видос по прокачке людишек. А возможно, уже выйдет завтра. Потому что много дел и впереди наступающий Новый год. Пока-пока, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok